Волейбольный клуб «Газпром Югра» в предпоследнем домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги принимал на своей площадке «Динамо» из Ленинградской области. Белоголубые в этом сезоне расположились в верхней части турнирной таблицы. Они уже гарантированы в плей-офф чемпионата России. Для сургутян встреча с «Динамовцами» была предпоследней возможностью побороться за выход в десятку сильнейших. Стартовую партию выиграли гости 16-25, но уже во втором сете хозяева заставили оппонентов совершить 13 ошибок. С таким количеством брака претендовать на победу невозможно 25-20. Мы как-то последние две недели потерпели два поражения дома, обидных, тяжелых, поэтому всегда тяжело вернуться на победный путь. Во второй партии бывает, что мяч за мячом, команда сургута завелась, где-то пролезла пару мячей, где-то сыграли хорошо в защите. Но такие моменты бывают. Самое главное, что мы смогли это переломить. Нам победы даются всегда нелегко, когда мы играем командой только. И мы со всеми командами боремся. Мы не смотрим, кто вверху, кто внизу. Мы стараемся играть на победу. В третьей партии равная борьба продолжалась до концовки, где сначала Никита Алексеев попал под блок, а затем бывший игрок «Газпром-югры», а теперь диагональный «Динамо» Сергей Пирайнин. Дважды добился успеха на подаче. В четвертом сете, который стал заключительным, гости сразу же оторвались в счете и шансов сургутянам не оставили. 3-1 победа «Динамо» из Ленинградской области. У «Газпром-югры» теперь нет права на ошибку. Наша команда обязана побеждать во всех трех оставшихся матчах и ждать осечек Красноярского Енисея и Нижегородского АСК. Северяне в ближайшее воскресенье примут в Сургуте Белогорье, а завершат чемпионат на выезде в играх против Оренбургского «Нефтяника» и Питерского «Зенита». Победа у «Динамо», потому что у них возможно больше опыта. Ну и мы совершили ненужные и невынужденные ошибки в самых решающих моментах. В концовках, заступы, ауты, пропускали мячи, площадку. Достаточно много своего собственного брака. Ребята настраивались на эту игру и начало игры показало, что нет, они настроены на борьбу, но свои невынужденные ошибки приводят к отрицательному балансу эмоций и отрицательному балансу очков.